Издательский дом «Благовест» перешагнул 20-летний рубеж со дня образования. За годы становления бурного и интенсивного развития в нем случилось немало ярких и важных событий. А само информационно-издательское предприятие, созданное по приказу Виктора Городилова под определенные корпоративные задачи тех лет, из структурной единицы ноябрьских нефтегазов выросло в самостоятельную современную мультимедийную компанию. Поздравить тех, кто сегодня работает в «Благовестии» и тех, кто стоял у истоков его создания, в кинотеатр «Русь» пришли коллеги, друзья, первые лица города и региона. Счастья вам, удачи, благополучия и, безусловно, творческого роста и процветания. Пусть у вас всегда будут эксклюзивные, интересные репортажи, так, чтобы зритель ваш всегда захватывающе смотрел вас, любил, ценил и, безусловно, всегда вам был благодарен. С юбилеем, с днем рождения, с 20-летием! Я хотел бы пожелать компании «Благовест» серьезных перспектив, серьезного развития, любви народа, потому что, реально, люди все-таки делают какие-то свои выводы, делают свои впечатления о жизни, исходя из того, что им и как им преподносят со страниц газет, с экранов телевизоров. И, на самом деле, они верят. Верят тем людям, которых они видят на экранах. Верят журналистам. И вот, я хочу пожелать, кроме вот таких производственных успехов, мира, добра, чистого мирного неба над головой, любви всем, кто сегодня работает в «Благовестии», кто работал в «Благовестии», кто находится рядом с «Благовестом». От имени коллектива «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза» поздравляю вас и всех работников издательского дома «Благовест» с 20-летним юбилеем. Благодаря профессиональному коллективу журналистов газеты «Слово нефтяника», студии «Телеэкспресс», жители города следили за победами и достижениями нефтяников, а издательство удивляло своим творческим подходом к созданию полиграфической и сувенирной продукции. Сегодня «Благовест» представляет собой предприятие, способное выполнять самые сложные информационные задачи. Мы уверены, что в будущем наши партнерские отношения будут развиваться и совершенствоваться. Желаем вам новых свершений, удачи и благополучия. Пусть все планы предприятия и его работников непременно реализуются. Павел Иванович Крюков, генеральный директор открытого акционерного общества «Газпромнефть» «Ноябрьскнефть» Ну а тем, кто стоял у истоков создания «Благовеста», кто работал в последующие годы, но уже сменил род деятельности, были вручены памятные медали и высказаны слова благодарности. А в подарок показан фильм «Воспоминания» о том, как все начиналось. В буквальном смысле с первого кирпича. Вот этот фильм, который вы сделали, он просто вот всколыхнул все прошлое. Действительно, все эти моменты, я их проживала. И поскольку я была не только в полиграфическом бизнесе, но я сначала и полиграфией занималась, потом была отецеком слова «нефтяника». То есть мне это близко, мне эта жизнь близка. И куча воспоминаний, и куча всех наших тусовок, которые проходили вне рамках непосредственно работы. То есть у нас была и своя как-то общественная жизнь. И все это настолько ярко, настолько захлестывает воспоминания, что просто нет слов. Очень много вспомнила приятных моментов, когда смотрела фильм. Я порадовалась за коллег. В каком смысле? Ну, мне понравилась прямота и смелость Стаса Грубина. Мне понравился в эфире Сергей Берзин. Это был, наверное, один из лучших ведущих в ноябрьске. Мне понравилась теплота Натальи Перминовой, которая тоже, видимо, сейчас переживает так же и те воспоминания, которые на нее нахлынули. В общем, это лучшие годы. И я хочу сказать, что 10 лет своей трудовой биографии я посвятила благовесту. И для меня это, конечно, не бесследно прошло все. Ну, что такое благовест? Благовест – это действительно, Ольга, вот «Живая права» была, это уникальное такое сообщество. А если вспомнить самое начало, я думаю, вот тогда мы и заложили вот этот камень, фундамент благовеста, почему он до сих пор и стоит. Потому что, вот знаешь, нам называется «Хлеба не надо, работу давай». Вот в таких мы условиях работали. Поддержки не было, по сути, сами друг друга поддерживали. Денег не было, преференций не было, никаких почитаний не было. То есть, в принципе, работали за совесть. Вот как Вася говорил, Максимов, типа, правду, правду и только правду. Вот мы на этой правде и выезжали лет пять, пока совсем стало не впродых. Судились, бились, там, знаешь, ну, в общем, Зои Космодемьянские, конечно. Я поздравляю здательский дом «Благовест» с 20-летием. Это, на самом деле, я считаю, такая круглая уже дата, где можно подводить какие-то, ну, не то что итоги, а видеть результаты. И я желаю процветания «Благовесту», чтобы всегда был вот там дружный, сплоченный коллектив, потому что по себе знаю, что коллектив, которым я работала, он был дружный, сплоченный, единый. И желаю также творческих успехов, процветания, я уже сказала, подъема вверх, хороших результатов и побольше хороших заказчиков.